С повторным приходом весеннего тепла дамы сменили шубы на легкие пальто, а автомобилисты вновь начали задумываться над сменой обувки своих железных коней. Эксперты утверждают, что менять зимние покрышки на летние стоит, когда среднесуточная температура стабильно установится на отметке плюс 7 градусов. При этом с заменой лучше не тянуть. Если продолжать ездить на зимней резине, соответственно состав резины под летние условия совершенно другие. Поэтому машина себя может вести непредсказуемо. Это может привести и к ДТП, и соответственно к другим разным последствиям. Поэтому в любом случае всегда нужно перебываться. Для этого лучше выбрать проверенный шиномонтажный сервис. Специалисты проверят глубину протектора шин, для лета он должен быть не менее 1,6 мм, соответствие требованию автопроизводителя к покрышкам и дискам, комплектность крепления колес, датчики давления шин. Кроме того, на специальном аппарате в техцентре Волин проведут проверку на силовую неоднородность, а при необходимости и устранят ее, и минимизируют боковой увод колеса. На данной распечатке у нас показано, соответственно, когда балансируются колеса, показывается боковой увод, куда будет автомобиль уводить. И сразу стенд после проверки неоднородности показывает, как это можно исправить и как машина себя будет вести после балансировки на данном стенде. Такая процедура весьма полезна для автомобиля, а также для жизни и кошелька автовладельца. Ведь некачественная балансировка влияет на безопасность вождения и даже на ранний выход из строя элементов подвески, что может вылиться в дорогостоящий ремонт. И большинство автомобилистов стараются выполнять рекомендации мастеров. В данный период цены на запчасти очень дорогие, поэтому новые машины себе никто не может позволить и, соответственно, стараются ремонтировать все-таки. После замены шин стоит позаботиться и об экологии. Пришедшие в негодность покрышки необходимо отвезти на специальную площадку «Мегабак». В Одинцове она расположена по адресу улица Зеленая, 34 и работает ежедневно с 9 утра до 6 часов вечера. С начала года здесь было собрано порядка 25-30 кубометров резиновых покрышек. Шины у нас являются четвертым классом отходов и поэтому они подлежат специализированной утилизации. Сдавать, вернее, оставлять шины на контейнерных площадках, тем более во дворах или в лесополосе, совершенно недопустимо, потому что они очень сильно загрязяют окружающую природу. Отправленные на утилизацию шины подлежат вторичной переработке. Из полученной резины будут делать крошку для покрытия детских и спортивных площадок, бытовые коврики и даже обувь. Наталья Гончарова, Денис Харламов, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова.